Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что ответ кроется где-то в вашем собственном отношении к единой сфере вообще и к своей сексуальности в частности, к вашему сексуальному поведению и к тому, что у вас не было еще опыта в интимных сферах. Я, конечно, могу предположить, что мужчина, с которым вы начали встречаться, с которым вы сейчас вместе не хочет набрать на себя ответственность и, соответственно, не хочет быть для вас настолько значимым, потому что не секрет, что для женщины ее первых мужчина в интимном плане имеет особое значение, ну, по крайней мере, большее, чем то же самое для мужчин. Вот, ну, по крайней мере, так думают многие мужчины. И поэтому очень часто некоторая часть этих мужчин не хочет быть первыми у своих женщин. Вот. Я думаю, что ваш мужчина не такой, по крайней мере, а у меня нет каких-то таких, таких, у меня нет каких-то таких оснований это полагать. Вот. Поэтому я думаю, что первая причина это ваше отношение к интимной сфере, как я и сказал, некое стеснение, некая защита, несмотря на то, что вы пытаетесь соблазнять. А второй момент это то, какой у вас контакт по поводу, собственно, секса. То есть, условно говоря, вы видите, что мужчине тяжело сдерживаться, но, судя по всему, мужчине ничего не предпринимают для того, чтобы, собственно говоря, ну, обсудить это, поговорить об этом. Вы мужчину иногда, как вы говорите, соблазняете, но, опять же, прямых каких-то действий вы не совершаете, очевидно, ожидая от него, что он проявит инициативу. Мне кажется, что между вами нет какого-то контакта, между вами нет контакта в этой самой интимной сфере. И вы общаетесь в этой части ваших отношений как бы полунамеком. То есть, мужчина боится сделать что-то не так, очевидно. Вы, в силу того, что, может быть, так же стесняетесь и чувствуете зажатость, если вы уже боитесь что-то сделать не так, возможно, испытывает стыд, то есть, не кажется, что это больше про стыд, про стеснение и про страх-страх, совершить ошибку по отношению к партнеру. Вот именно в данной части отношения в интимной. Соответственно, первое, это, ну, надо восстанавливать ваш диалог, нужно разговаривать обязательно, об этом нужно выражать свои желания, чего хочу я, чего хочешь ты, мне кажется, что ты хочешь этого. То есть, вот такая, примерно, история, да, то есть, избегать все-таки полунамеков. Соблазнение-то хорошо, но соблазнение хорошо в двух случаях, когда это действительно привлекает, да, действительно привлекает. То есть, когда это, ну, вызывает симпатия со стороны партнера. Вот, когда ему нравится, что его соблазняют. Вот, и когда уже, в принципе, люди друг друга знают, да, хорошо, что вы понимаете, что соблазнение – это некая игра. И играть хорошо, когда есть некая основа, да, вот. Соответственно, сейчас основы нет, но игра получается не очень, потому что, ну, я бы вот такой пример привел, да, что, как бы, игра – это моделирование. То есть, игра – это моделирование чего-то, что есть в реальной жизни. По крайней мере, с точки зрения человек, ну, человеческой фантазии, она не способна выйти, условно говоря, за пределы каких-то определенных образов и знаний, даже если это фантастика, что-то такое вообще нереальное, все равно за, вот, как бы, рамки настоящего, да, за рамки образов, привязанных к реальности, человек выйти не способен. И когда вы говорите про игру, то нужно понимать, что вы пытаетесь, условно говоря, поднять ставки, да, и выйти на более профессиональный уровень игры. Это я просто метафорически выражаюсь, при этом не пройдя, допустим, начальный уровень, уровень новичка. Понимаете? Я не говорю, что вам не нужно учиться, кокетничать, соблазнять и прочее, но необходимо признать, что это искусство, и этому искусству нужно обучаться, а у вас опыта в интимной сфере нет. И, соответственно, раз у вас нет опыта в интимной сфере, то есть проблемы с чувствованием себя, то есть вы просто не знаете, какая вы, и, соответственно, соблазнять тоже. Вы пытаетесь скорее интеллектом, вот, что тоже всё это поражает как бы искусственно, с того, что происходит. Вот, поэтому, мне кажется, что вот в эту игру соблазнение вы уходите, дабы избежать по-настоящему, ну, настоящей связи, настоящего контакта, физического, духовного, который может привести, там, условно, к дальнейшему развитию ваших отношений. Вот, поэтому, на мой взгляд, так, вот в таком векторе, да, то есть обсуждение, налаживание контакта с партнёром обязательно и, значит, исследовать, копать, разбираться с вашим отношением, вашим собственным отношением к, вот, всему, что касается секса. Вашим, во всем, во всем, что касается вашего восприятия отсутствия опыта и неплохо было бы увидеть то, как вы пришли к тому, чтобы в вашей ситуации, да, ну, по сути, как бы провоцировать, да, то есть, ну, это попытка манипуляции. То есть, я не говорю, что в данном случае это плохо, но это попытка манипуляции, вот, а это, как бы, игра, это немножечко не про искренность. Вот, повторюсь, чтобы, эм, значит, играть нужна основа. Основы ваш нет. Вот. Так что, я, понимаете, игра, это культурный уровень, любая игра, это культурный уровень, но культурный уровень, он наслаивается, точнее, он проистекает из-за определённого опыта. Да, эм, в какой-то момент культурный уровень может стать сам источником опыта, но это, это правда. Но, до того, как он созреет, эм, всё равно он проистекает из-за реального опыта. Вот. Да, в игре доработанного, в игре, там, возведённого в абсолют, но проистекает из реального опыта. Так или иначе. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Эм, желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.